На своем поле на стадионе Ноу Камп принималась на поле команды Барселона. Голкипер 25-й номер Роберт Энке, 2-й Михаил Райцингер, 3-й Франк Дебур, 5-й Карлес Пуйоль, 7-й Хавьер Савиола, 14-й Херард, 17-й Гаиска Мендиета, 19-й номер Дани, 22-й Джоу Ванни, 31-й Тиаго Мотто и 35-й номер Фернандо. Состав Галатасарая Фарид Мандрагон, голкипер 1-й номер, 3-й Бюлент Каркмас, 4-й Джоу Батиста, 11-й Хасан Саш, 14-й Элвер Балич, 17-й Фабио Пинто, 19-й Чихан Хаспалати, 20-й Мохаммед Адама Сар, 21-й Тревино Альмагер, 57-й Хакан Унсау и 67-й Пенбе Эргюн. Барселона снова выставила не основной состав, но те игроки, которых выпускает на поле Луи Ван Галь, те футболисты, которым он доверяет место в составе, полны решимости пробиться в основу, поэтому, наверное, нельзя говорить, что Барселона не слишком серьезно отношла к этой игре. Вот и реакция Луи Ван Галя на первый гол в матче, который забил Дани на 10-й минуте, мои слова, наверное, подтверждает. Ситуация, в общем-то, не требовала от Барселоны сверхнапряжения, этот клуб уже давным-давно себе все обеспечил, и речь идет о втором раунде Лиги Чемпионов, а в данном случае должен был помочь Вокомотиву. Ведь железнодорожникам нужно было не просто побеждать, им нужно было сыграть лучше, чем Галатасарай, поскольку в случае равенства очков преимущество имел бы турецкий клуб за счет преимущества в лобовых встречах. Ну, здесь ошибку запустили защитники Галатасарая, Мандрагон на удар среагировал, и неудачным оказался отскок для турецкой команды и для ее колумбийского голкипера. Мяч от газона попал в перекладину, и уже от перекладины опустился в сетку. Ответ турецкой команды получился достаточно быстрым и достаточно внятным. Для начала Роберта Энке проверили прямым ударом со штрафного молодой немецкий голкипер справился, а затем помогли ему защитники. Херард вынес мяч за пределы поля, но уже следующий приход турецкого клуба к воротам Барселоны оказался гораздо более удачным. Галатасарай сумел перехватить инициативу, организовал необходимое наступление, и на 19-й минуте Чихан Хашпавати отправляет мяч в сетку, делая счет 1-1. Фатих Терим выходит в бровки, тоже ликует для его клуба достаточно важное выступление в Лиге чемпионов. Ну а учитывая то, что часто фавориты берегут силы, обеспечив себе выход в следующий раунд, Терим должно быть рассчитывал на успешное выступление в Испании. Но Барселона уже второй матч, проводя вот в таком смешанном составе, в общем-то не заставила никого сомневаться в том, что в клубе в этом собраны хорошие футболисты. Луи Вангаль умеет, что называется, команду заряжать, и так же, как и в Брюге, Барселона выступила довольно удачно. А Вангаль, наверное, получил полное впечатление о тех футболистах, которые пока в основном в составе Барсы появляются редко. В частности, это касается Роберта Энке. На мой взгляд, Морман вполне отразит удар Чихана. И вообще сыграл, в том числе уже можно ориентироваться и на оценки, которые даются журналистами, сыграл Роберта Энке не самым лучшим образом. Гаис Коминдиета получает желтую карточку на 28-й минуте игры, а Барселона тем временем снова идет вперед. Дани и хороший удар по воротам наносит Тиаго Мотто, 31-й номер. Вообще не очень аккуратно играет в своей штрафной голодосарай. Кархмаз Бюллент требует показать желтую карточку Савиоле. Арбитра я вам не представил. Это Дикван Эгмунд, голландец. Действительно здесь... Странный такой эпизод в штрафной, но я не могу согласиться с Кархмазом Бюллентом. Все-таки, на мой взгляд, нарушение правил здесь было. Ответ Барселоны, видите, какое везение не хватило в этом эпизоде турецким игрокам. Это... Элвер Балич, 14-й номер, был в атаке. Очень не вовремя поскользнулся Франк Дебур, и Балич не сумел отправить мяч в секу, промахнувшись мимо пустого угла. Уже добавленное арбитром время шло, когда второй свой гол забила Барселона. После подачи углового расторопнее всех в штрафной оказался Херард. Которому головой удалось поразить ворота Фарида Мандрагона. Это первый гол Херарда в Лиге чемпионов. Упустил его Мохаммед Сар, темнокожий защитник Галатасарая. Но легионеров много в составе турецкой команды. И, наверное, следует отметить еще вот такой факт. Очень сильно перетасовался состав Галатасарая за последнее время. Постоянно он меняется, собственно говоря. Стабильного основного состава у турецкого клуба нет. И, возможно, именно это состоит стало решающим в Лиге чемпионов. 2-1. Звучит свисток арбитра. С таким счетом заканчивается первый тай. На второй Галатасарай выходил, зная, естественно, то, что в Москве выигрывает Локомотив. Осталовать турецкому клубу тоже нужна была победа. И в перерыве делает замену Фатих Терим. С поля ушел автор гола Чихан. А вместо него появился Кая Хуат. Один из самых опытных фундоволистов в составе турецкой команды. Он в Лиге чемпионов участвовал еще в середине 90-х. Ну, а на 56-й минуте Барселона забила третий гол. Мандрагон до мяча не допрыгнул. Точный удар удался Джоу Ванне и Кульбипс на газоне стадиона Ноука. Со скамейки другие барселонские звезды наблюдают за происходящим Рикельме. Клюверт, Хави, Коку, голкипер Банано. В случае чего они готовы были выйти на поле, но не потребовалось их помощь. Великолепный удар Куэля. Великолепный удар, простите, Джоу Ванне. И мяч оказывается в сетке. Думаю, что таких мячей мы и немного видели в нынешней Лиге чемпионов. Ну и можно только посочувствовать. Мандрагону действительно на пушечный удар среагировать он не успел. Еще вдобавок был закрыт Мандрагон собственными защитниками. Дмитрий Адин резвится Барселона с явным удовольствием. Она идет к своему рекорду. Шесть побед в шести играх группового турнира Лиги чемпионов. Ва-банк идет Фатих Терим. Айхан меняет Батисту. Эта замена призвана усилить атаку. Ответный клуб Луи Вангале покидает поле Пуйоль. И вместо него появляется Дани Тортолеро. Молодой игрок. Он устраивает глобальный такой смотр своему резерву Луи Вангаль. Савиола чужой штрафной. Но три защитника его, во-первых, опекало. Во-вторых, Мандрагон сыграл очень внимательно. И обратили внимание на то, что Гладстараю вообще не удается организовать никакого контрнаступления. Только Барселона имеет моменты. Савиола на сетку ворот опускается мяч. А Энке, собственно говоря, в игру-то практически не вступает. Еще одна замена за 15 минут до конца матча. Кристиан меняет Балича. Но рассчитывать уже на что-либо достаточно трудно в это время. Гладстараю, понятно, что забить на ноу-камп четыре мяча, это, конечно, очень и очень задача трудная. Барселона продолжает атаковать. Гаис Коминьетта справа переводит мяч в штрафную. И здесь Штанга играет за Фарида Мандрагона. Клюеверт, ему тоже дает поиграть тренер. И вот единственный, наверное, момент серьезного ворота Энке во втором тайме. Франк Дебур здесь боролся с... Игроком турецкого клуба и, по мнению многих, мог бы назначить пенальти в этой ситуации голландский судья Диквам Эгмонт. Но решился на нарушение правил не было. Удар по воротам Энке. Не очень сильный. И голкипер, выдвинувшийся за пределы вратарской, спокойно с ним справляется. Еще один молодой человек у Барселоны на фоне. 32-й номер Олегер. Меняет он Франка Дебура. Турки тем временем идут на последний штурм. И Кристиан наносит удар в дальний угол. От штанги мяч отлетает точно в руки Роберто Энке. Еще один угловой. Фернандо снимает мяч с головы Кристиана. И уже в добавленное арбитром время, вот за этот прием, получает желтую карточку Акман Айхан. Барселона свою задачу выполнила полностью. Сыграла честно. Одержала шестую подряд свою победу в Лиге Чемпионов. Продолжение следует...